Ему доверяли свою безопасность Жан-Клод Ван Дам, Алла Пугачева и Жерар Депарди. Олег Бульханов встретился с молодыми спортсменами Живенского района столицы. Выходец из коми был личным охранником многих звезд кино. А благодаря колоритной внешности, как актер и каскадер, снялся почти в 50 отечественных и зарубежных фильмах. Павел Королев выяснил, какими приемами рукопашного боя должен обладать герой боевика. Мельница, кочерга, бросок наката. По признанию Алика Гульханова, все эти другие борцовские приемы ему очень пригодились на съемочной площадке. На встрече с молодым поколением спортсменов Алик делится секретами успеха в спорте и рассказывает, как стать лучшим в своем деле. К слову, местная спортшкола практически каждый год дает республике победителя или призера первенства страны. Но дополнительная мотивация от актера и в первую очередь спортсмена лишней никому не будет. Говоря о уровне федерального округа, то стабильно у нас 10-12 человек каждый год выигрывают северо-западный федеральный округ, не считая призеров. Поэтому мы сейчас ждем того момента, когда один из наших спортсменов отберется на международный уровень. В прошлом году у нас один спортсмен попал на международный уровень, но в связи с ковидом не поехал на Европу, хотя отобрался. Алику Гульханову показывают и один из новых залов спортшколы. Еще несколько лет назад здесь располагался мебельный магазин. Но благодаря усилиям спортсменов, тренеров и администрации Эжинского района, сейчас в помещении занимаются самбо и тэквондо. В 2019 году в школе было доведено порядка 9 миллионов рублей, было закуплено инвентарь, протекторы, ринги, мешки, тренажерные залы, комплектование тренажерных залов. Поэтому часть этого инвентаря в том числе здесь. Это увеличило и охват, увеличило тренерские ставки, соответственно увеличило число людей, активно и тематически занимающихся спортом. А это уже уроки самообороны для учеников Эжинской 30-й школы. Впрочем, постоять за себя здесь может каждый. Уже два года ребята постигают азы спортивного единоборства. В 2020 году учреждение присоединилось к всероссийскому проекту «Самбо в школу». И с тех пор этот вид спорта стал хорошей альтернативой урокам физкультуры. Сложного инвентаря для занятий не требуется. Нужны только форма и борцовский ковер. У нас ковер появился уже как третий месяц. Здесь партия «Единая Россия» нам вручила такой замечательный подарок, чтобы мы реализовывали проект «Самбо в школу». И ребята тренируются. Здесь, в данной школе, примерно 200 детей тренируются в рамках этого проекта. И также повторюсь, что в других школах города Ставкара также мы реализуем проект. Также залы оснащены ковром. Но есть еще над чем работать, скажем так. Поэтому в этом направлении будем двигаться. По словам Алика Гульханова, он, как воспитанник детдома, своими успехами в первую очередь обязан спорту и тренерам. Среди них есть и сыктывкарцы, которые занимались с Аликом единоборствами, когда он жил в столице Коми. Первые шаги в борьбе, в больной, в «Самбо» и в рукопашном бою. Вообще все, что связано в кино, именно мои отрицательные роли, так называемые, одни из самых сильных, славных, это связано именно со спортом. Вот благодаря тренера, которые меня гоняли, я остался, можно сказать, живой, даже чуточку невредимый. То есть те вещи, которые я какие-то достиг, я достиг, я еще достигаю. Потому что артист, как правило, он всю жизнь учится, чего-то достигает. Опять это спасибо моим тренерам. До этого Алик Гульханов уже встречался с местными боксерами и ребятами из Ухтинского детского дома. И, похоже, это не последняя встреча со звездой кино. Актер пообещал приезжать в Сыктывкар почаще. Павел Королев, Артем Соколов, телеканал Юрган.